Добрый вечер дорогие зрители в эфире телеканала CBC. Вечерний выпуск новостей последний на сегодня. В студии Самир Кулиев и в начале коротко о главных событиях дня. Президент Ильхам Алиев посетил Джалилабадский, а также освобожденный от оккупации села Чанахчи и Сыгнах-Поджалинского района. Игнорирование Армении мнения председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля доказывает, что утверждения якобы напряженной гуманитарной ситуации в регионе беспочвенны. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана. Азербайджан потребовал от Армении приостановить строительство крупного металлургического завода в Араздеяне, граничащем с Нахчеванской автономной республикой. Отношения Турции с Объединенными Арабскими Эмиратами должны обсуждаться на самом высоком уровне через механизм стратегического совета. Об этом говорилось на встрече президента Турции Раджеба Таипа Эрдогана с президентом УАЭ, шейхом Мохаммедом Бензаидом Аль-Нахаяном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил Джалилабадский, Физулинский и Ходжалинские районы. Глава государства принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования. Министр науки и образования Эмин Амрулаев проинформировал президента Ильхам Алиев об условиях, созданных в центре. Так, в центре, оснащенном самой современной инфраструктурой и материально-технической базой имеются 25 классных комнат, 3 лаборатории, 3,11 мастерских, кабинет информатики, стем-центр, кабинет практических занятий, библиотека, актовый зал на 252 места, столовая на 128 мест, спортивные залы и площадки, авторемонтное здание, животноводческая ферма, вспомогательные здания. Подготовка будет вестись по таким специальностям, как кондитер, портной, техник по ремонту и сервису компьютеров, бухгалтер, графический дизайнер, веб-дизайнер, тракторист-машинист, электрослесарь, слесарь по ремонту автомобилей и многим другим. Также в ходе поездки глава государства ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, первой технической категории, до Физулинского международного аэропорта. Председатель правления государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено, что в рамках проекта реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий высокими темпами продолжаются проектирование и строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Протяженность существующей дороги составляет 101, а новый почти 82 километра. 48-километровый участок дороги до круга Туг будет иметь 6 полос для движения, а оставшаяся ее часть станет 4-полосной. После ознакомления со строительством автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, глава государства посетил освобожденные от оккупации села Чанахче и Сыгнак. Ходжалинского района. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении во время сегодняшнего заседания правительства, говоря о встрече на уровне лидеров Брюсселя, еще раз озвучил претензии по поводу Лачинской дороги, которые повторяются последние 8 месяцев. Этим он продемонстрировал намерение армянской стороны использовать данный вопрос в политических целях, а также препятствовать переговорам по мирному соглашению, в которых в последнее время наблюдается продвижение. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время выступления на заседании армянского правительства. Всем известно, что после Отечественной войны Азербайджан неоднократно призывал Армению прекратить незаконную деятельность на Лачинской дороге, осуществление которой было доказано. Поскольку Республика Армения игнорировала эти призывы, Азербайджан в рамках норм и принципов международного права, а также азербайджанского законодательства создал погранично-пропускной пункт Лачин и в течение последних нескольких месяцев обеспечивал прозрачное и упорядоченное пересечение пограничного пункта пропуска армянскими жителями и грузовыми машинами. В этом конкретном случае интерпретировать наличие ППП как перекрытие дороги в корне неверно говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Тему продолжим с нашим гостем, политическим обозревателем Рауфом Раджабовым. Рауф Мяльнем, здравствуйте. Добрый вечер, Саня Мяльнем. Рады вас вновь видеть. Рауф Мяльнем, скажите, пожалуйста, почему армянская сторона и как долго это будет продолжаться, она будет использовать вот эту тему псевдо-блокады, как вот красный флаг где-то там в международной повестке, в международной политике, вот каждый раз, везде, всюду, и на внутреннюю аудиторию, и на внешнюю. И вот даже комментируя сейчас ход переговоров в Брюсселе, премьер-министр заявляет вот эту тему и вообще армянское общество в целом. Как долго это будет продолжаться? Мы же знаем, что никакой блокады нет, больше двух тысяч человек уже фактически прошло этот пограничный пункт пропуска за последние месяцы. И более того, видно же кадры с Ханкенди, видно в социальных сетях, как они живут. Никаких ограничений, никаких проблем, никакого гуманитарного кризиса не наблюдается. Я с вами полностью согласен. Мы с вами понимаем, что это так называемая армянская игра с нулевой суммой. Дело в том, что она будет продолжаться вплоть до последнего дня накануне подписания мирного соглашения. Это уже очевидно. Но очевидно и другое, что никакие игры с нулевой суммой ничего не дают армянской стороне. Тем более, что ситуация после 10 ноября 2020 года, это не ситуация до 27 сентября 2020 года. Если уж армянская страна не сумела добиться желаемого результата до 27 сентября, тем более армянская страна никогда не добьется желаемого сегодня. Сегодня игра направлена на то, чтобы за выриской так называемого формирования международного механизма диалога между Баку и Ханкельды продавить так называемый статус. Это уже мы все понимаем. Это обратная медаль того самого статуса. Но у Карабаха есть статус. Это экономический район Азербайджанской республики. То есть Азербайджан уже представил Карабаху статус экономического региона. И это высочайший статус, которым обладает тот или иной регион на территории Азербайджанской республики. Поэтому в данном случае Азербайджанская страна достаточно прагматично предлагает карабахским армянам использовать дорогу Ахдан-Ханкельды для того, чтобы официальный Баку снабжал армянское население Карабаху экономического региона всем необходимым. В том числе товары первой необходимости, продовольствия, медикаменты и так далее. Это логично и это верно. Но армянской стороне, я имею в виду, и Ливану необходимо поддерживать напряжение. Ведь тем самым можно добиться присутствия европейских наблюдателей на территории Армении. Можно добиться выдвижения каких-то необоснованных притяжаний, претензий. То есть необходимо дестабилизировать ситуацию. Только так можно дестабилизировать, что, мол, дескать, гуманитарный кризис, 120 тысяч армян голодают и так далее. Ну, к примеру, в районе армян уже мы понимаем, что, к примеру, завтра в Ереване пройдет тысячный митинг, на котором будут присутствовать арабахские армяне. Это те самые армяне, которые вынесли из Карабахско-экономического региона. Это уже мы понимаем и официальные признают, что вот завтра пройдет этот митинг в Ереване. Так, кто же остается в экономическом регионе, кто остается в Антяндере? Поэтому в данном случае я понимаю так, что много уделять внимания, это большая честь официальным властям Еревана. Это высокая честь, которую мы делаем, что мы обсуждаем каждый раз одну и ту же. Нет, мы уже не будем обсуждать. Я уже понимаю, что необходимо и дальше продвижать нашу повестку. Ханкинде и Лачин работают. Лачинский пограничный пописной пункт работает. Ханкинде, ах, да, дорога должна работать. И мы должны, скажем так, в рамках права продавить этот вопрос, чтобы эта дорога работала. Так же, как работает Лачин Ханкинде. Это прерогатива официальных властей Азамудзиана. Ни одна страна мира, ни одна межорганизация не вправе предлагать какие-то варианты. Но даже нету предложений. Кстати говоря, Шар Мишель, глава Евросовета, уже тоже поддержал в рабочем моменте Азамудзиана Ахдам Ханкинде. Но Армения уже не внимает просьбам, требованиям, не знаю, как выразиться, рекомендациям Евросовета. И это говорит о том, что армянская страна понимает, что их пожелание – это всего лишь их пожелание удержать власть. Вот самый главный интерес Пашиняна и его команды – удержание власти. А вот международные механизмы, действительно, международное посредничество – это те слова, которые в выступлении Никола Пашиняна в ходе заседания противника чаще других звучали. И вы как раз об этом говорите. И, в общем-то, о каком международном механизме, о каких международных посредствах он хочет сказать, если оно и так есть? Мы видим и российских миротворцев, мы видим и европейскую миссию Европейского Союза на территории, правда, Армении, не на территории Азербайджана. Но мы видим посредников в Евросоюзе, мы видим переговоры в Брюсселе, в Соединенных Штатах. То есть это же тоже все это международные механизмы и международное посредничество. И как может ли говорить Никол Пашиняна требовать еще большего какого-то международного участия, если получается, что, опять же, из ваших слов, что он не уважает даже те договоренности, которые были уже достигнуты, в частности, в Брюсселе. Если уже по заявлению Шарля Мишеля уже было оговорено, что Европейский Союз приветствует и не против, и даже готов поддержать этот вот гуманитарный коридор из Агдама в Ханкенди, а, соответственно, это было согласовано всеми тремя сторонами, а сейчас получается, что Никол Пашинян выходит вот из этого вот условно соглашения. Так я понимаю. Вы совершенно правы, я со всеми согласен и их разделяю. Дело в том, что международный механизм – это приглашение Азербайджана к тому, чтобы вести так называемые переговоры со своим населением, со своими гражданами. Какие могут быть переговоры? Это будет разговор в рамках Конституции, в рамках действующего законодательства. То есть управляют нашими взаимоотношениями гражданина, чиновника по линии – это законы. И не больше не то. Поэтому в данном случае придавать более высокий, допустим, уровень диалога, чем, допустим, с теми же этническими русскими, с этническими евреями, с этническими лизгинами, аварами и так далее, и так далее, это неправильно. Это совершенно нарушение нашей Конституции. У нас Конституция урабливает всех правах. Наша Конституция имеет и обязанности, и права в части наших граждан. Поэтому в данном случае наша Конституция четко обозначивает и четко разделяет все вопросы по линии власть, гражданин, человек, чиновник. И в данном случае никакого механизма быть не может. То ли, конечно, Конституция и наша действующая законодательность. Но я думаю, что, на мой взгляд, Евросовет в лице главного, очень мудрого, прагматичного Шарли Мишеля должен мешаться в эту ситуацию и четко призвать Пашиняна. Ну, кстати говоря, вот они должны забывать, всю жизнь Пашинян работал в «Желтой газете» и главным редактором этой «Желтой газеты». То есть это определяет его сознанием, его поведенством и всеми его действиями. Поэтому в данном случае, я думаю, что Шарли Мишель просто вынужден будет обратиться к нему, чтобы призвать его к тому, чтобы он уважал все эти договоренности, чтобы не было разнобоя. Но ведь понятно, что в Национальном собрании Армении он это призывает, делает воззвание для внутреннего пользования. Только лишь на внутреннем пользование, чтобы не произошел переворот, не произошла смена власти. Вот главный смысл. Спасибо вам большое. Невозможно с вами не согласиться. Спасибо за ваши ответы, за ваши комментарии. Я благодарю и напомню, что на прямой связи со студией был наш гость, политический обозреватель Рауф Раджабов. В соответствии с планом подготовки на 2023 учебный год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся совместные тактические учения в «Волнах Хазри» с участием военно-морских сил, сухопутных войск, военно-воздушных сил и береговой охраны Государственной пограничной службы. Новость об этом появилась на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана. Известно, что в учениях задействованы 1500 человек личного состава, боевые корабли ВМС, суда обеспечения, стражевые корабли береговой охраны ГПС, вертолеты, беспилотные летательные аппараты ВВС и боевые бронированные машины сухопутных войск. Новости ОТС. Правительство Азербайджана потребовало от Армении приостановить строительство крупного металлургического завода в Ораздыянии, граничащем с Нахчеванской автономной республикой. В письме, адресованном министру окружающей среды Армении от имени министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева, говорится, что в связи с деятельностью, осуществляемой в нескольких сотнях метров от условной границы между Арменией и Азербайджаном, начата соответствующая процедура, предусмотренная Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Особо подчеркивается, что в соответствии с приложением 1 Конвенции, СПО, деятельность металлургических заводов может оказывать значительное негативное трансграничное воздействие, и Армения обязана предупредить Азербайджан о влиянии указанной деятельности на окружающую среду. Однако Азербайджан не получил никаких уведомлений от Армении по этому проекту. Соответствующее уведомление также было направлено исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН. Ранее азербайджанские экологи направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну открытое письмо, в котором были перечислены предприятия Армении, загрязняющие окружающую среду. В частности, беспокойство вызывает то, что сброс отходов в Арас означает трагедию для обитающих в нем живых организмов и крупных хозяйств, использующих воду из этой реки для орошения. Это создает серьезный кризис общественного здравоохранения как для Азербайджана, так и для Армении. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армении Эдвард Асриан провел ряд встреч в рамках своего официального визита в Вашингтон. Каковы перспективы военного сотрудничества между Арменией и США и какое влияние это окажет на отношения Еревана и Москвы, об этом расскажет моя коллега Лили Гусейнли. Начальник Генерального штаба ВС Армении, первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Эдвард Асриан, находившийся с рабочим визитом в США, 17-18 июля принял участие в конференции, посвященной 30-летию программы сотрудничества между штатами Национальной гвардии, проходившей в Вашингтоне. В ходе встреч были обсуждены, в частности, нынешний уровень и перспективы развития сотрудничества Армения-Канзас, ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества США. По мнению экспертов, если учесть и недавний визит министра обороны Сурена Папекяна во Францию, то становится очевидным, что армянская сторона стремится получить от своих западных партнеров гарантии как в отношении системы безопасности, так и в отношении углубления сотрудничества в военной сфере для противостояния существующим вызовам и поиска альтернативных вариантов. «В армянском обществе превалирует разочарование тем, что ОДКБ не приняло сторону Армении во время Второй Карабахской войны. Однако это нелепо, ведь Вторая Карабахская война не является случаем нападения на государство-члена ОДКБ. Все боевые действия проходили на суверенной территории Азербайджана». Как считают военные обозреватели, подобный расклад не может не обеспокоить Россию. Ранее недоумение у Москвы вызвало новость об участии Армении в военных учениях Defender 2023 НАТО. Тогда на сайте оборонного ведомства США был опубликован список стран-участниц, куда входила и Армения. Однако через некоторое время Минобороны США отредаксировало сообщение. Отвечая на запрос армянской службы «Голос Америки», Минобороны США пояснило, что включение Армении в список было просто ошибкой. Команда пресс-службы Пентагона. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обратилась к Иривану с просьбой пояснить намерение участвовать в учениях США в Европе. Захарова выразила сожаление по поводу отказа Армении проводить на своей территории учения Организации договора о коллективной безопасности. 1 января Минобороны России анонсировало проведение на территории Армении в текущем году миротворческих учений ОДКБ «Нерушимое братство». Однако премьер-министр Армении Никол Пушинян 10 января сообщил, что на фоне ситуации на армяно-азербайджанской границе Армения считает нецелесообразным проводить в текущем году на своей территории учения ОДКБ. 10 марта МИД Армении сообщил, что в ОДКБ направлено предложение об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря организации. Секретарь Саббеза Армении Армен Григорян также назвал деятельность ОДКБ по отношению к Армении несерьезной. Я обсуждал вопрос сотрудничества в сфере безопасности с одной западной страной. Речь шла не о военном сотрудничестве, а о создании системы безопасности. Сначала нам говорили, что Армения член ОДКБ, но после посещения рабочей группы обсуждений отношение к Армении изменилось. В настоящее время пребывание Армении в ОДКБ по большому счету создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с разными странами. Мы интенсивно работаем также с нашими западными партнерами для укрепления нашего сотрудничества в сфере безопасности и продолжим эту работу. Он сообщил, что Армения пытается повысить свои возможности в сфере безопасности, а также развивает двусторонние отношения США со странами ЕС и Индии. Однако, как отмечают эксперты, не стоит забывать о военном сотрудничестве Вашингтона и Баку. В свете иранской угрозы стратегическое сотрудничество Азербайджана и Министерства обороны США имеет огромное значение. Пентагону следует углубить отношения с Министерством обороны Азербайджана и другими причастными структурами, чтобы детальнее рассмотреть расширение связей в сфере региональной безопасности и обороны. Официальный Баку отлично справляется со сдерживанием иранской угрозы. К тому же оборонная индустрия крайне развита в Азербайджане, поэтому такая инициатива будет полезна для Пентагона. Благодаря братским отношениям с Турцией военные интересы Азербайджана озвучиваются и в рамках Североатлантического альянса. Турция является членом НАТО. Сам Азербайджан же участвует в программе альянса «Партнерство во имя мира». В том числе Турция продвигает интересы Азербайджана через турецкого атташе. Азербайджан является уравновешивающей силой в регионе, в том числе в свете сотрудничества с США по иранскому вопросу. Также во время Второй Карабахской войны Израиль после Турции был главным союзником Азербайджана. Израиль также является ближайшим союзником США. Весной текущего года заместитель министра обороны Азербайджана, командующий военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамис Таиров провел ряд встреч в Пентагоне, в ходе которых была достигнута договоренность об обучении азербайджанских пилотов американскими специалистами и расширение сотрудничества в рамках программы «Партнерство со штатом». По мнению экспертов, столь конкретные шаги демонстрируют перспективы в отношениях между военными ведомствами двух стран. Со всего мира звучат призывы к Еревану немедленно прекратить деятельность экологически опасных промышленных предприятий. Разрушение экосистемы представляет угрозу не только самой Армении, но и соседним странам. Армянских властей также уличили вне выполнения требований глобальной инициативы прозрачности добывающих отраслей. Экологические проблемы приобрели особую остроту в современном мире. Одной из причин эксперты называют игнорирование многими странами международных нормативов. Некоторые государства не придают значения в том числе глобальной инициативе прозрачности добывающих отраслей. Речь идёт о принятом в 2003 году 30-страничном документе. В нём содержатся единые стандарты управления полезными ископаемыми. Инициатива также призвана решить ключевые вопросы горнодобывающего сектора. Согласно документу, каждые три года страны-участницы проходят перепроверку. От добычи ресурса до конечного эффекта на экономику. До сегодняшнего дня опубликовано более 250 страновых отчётов. Государства-участники организации должны отвечать ряду требований. Ещё в 2015 году правительство Армении обязалось выполнять упомянутые стандарты. Но отчёты Всемирного банка говорят о том, что Ереван присоединился к инициативе только ради галочки. Критике подвергается армянский проект «Тихут» на границе с Грузией. В работе шахты на одноимённом месторождении используются мошеннические схемы. Говорится в отчётах международных организаций. В экологическом пространстве границ нет. Она обязательно оказывает влияние на сопредельные территории путём переноса воздушных масс, путём передачи загрязнённых вод, путём рек, грунтовых вод и так далее. Поэтому страны подписывают различные соглашения, международные соглашения, по соблюдению обозначенных, согласованных международных стандартов. Армения подписала много таких соглашений. Естественно, она эти обязательства не выполняет. Вопреки требованиям экологических норм и международных конвенций, Армения также строит новый металлургический завод в Араздеяне на границе с Азербайджаном. Местные зарубежные экологи бьют тревогу. Химические отходы могут нанести огромный урон экосистеме региона. Сброс отходов в реку Араз – это трагедия для флоры и фауны. Крупные хозяйства могут остаться без воды для орошения. Кроме того, загрязнение питьевой воды приведёт к распространению инфекционных заболеваний в приграничных районах. «Я выражаю солидарность с коллегами из Азербайджана. Мы проинформированы о том, что Армения загрязняет реку Араз. Это имеет разрушительные последствия для региона. Немедленно нужно добиться восстановления справедливости. Можно долго рассказывать о том, как такие объекты загрязняют, в том числе, воздух. А это, в свою очередь, приводит к серьёзным болезням среди людей». «Ну, это страна, которая ведёт по отношению к Азербайджану враждебную политику. Эта политика реализовывалась ещё до развала Советского Союза. Мы знаем, как Охчача ещё во второй половине 80-х прошлого века загрязнялась. Этот процесс не останавливался и не останавливается. Естественно, то, что планируется строительство нового завода, приграниченный с Азербайджаном, в зоне, естественно, вызывает озабоченность в общественности, в гражданском обществе, естественно. Азербайджан реагирует на это, и надо призывать к ответу». Ранее НПО Азербайджана обратились в Организацию объединённых наций в связи с экологическими нарушениями со стороны Армении. Критики вредоносной деятельности Еревана присоединились с десятки экологов из разных стран. Непрозрачный и неподотчётный процесс эксплуатации в горнодобывающей промышленности Армении наносит ущерб людям и окружающей среде. Специалисты требуют обеспечить соблюдение международных экологических норм путём мониторинга деятельности промышленных предприятий. Разрушение экосистемы приведёт к пагубным последствиям не только для Армении, но и для соседних стран. Позиция Азербайджана по-прежнему основывается на международном опыте, в том числе на конвенции ЭСПО. В ней указано, что создание вблизи границ стран-предприятий должно быть согласовано с соседними государствами. Жаля Гусейна, Вашимистан, Мамедов, Си-Би-Си. В течение трёх последних дней президент Турции Раджеп Таип Ардаган посетил три арабские страны региона Персидского залива. Визит стал очень продуктивным, и стороны договорились о развитии взаимовыгодного сотрудничества. Подробнее в следующем материале. Соглашение на сумму 50 миллиардов 700 миллионов долларов заключили Турция и Объединенные Арабские Эмираты. В ходе визита президента Раджеп Таип Эрдогана в Абу-Даби подписано 13 документов в различных областях. ОАЕ были последней остановкой в турне турецкого президента по арабским странам Персидского залива. Отношения с Абу-Даби были подняты на уровень стратегического партнерства, говорится в заявлении Управления коммуникацией Турции. Принято решение углубить существующее сотрудничество в таких сферах, как энергетика, транспорт, инфраструктура, логистика, а также развивать электронную коммерцию, финансы, здравоохранение, туризм, строительство, оборонную промышленность, искусственный интеллект и передовые технологии. В этом контексте стороны договорились о создании Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. «Мы позаботимся о том, чтобы наши отношения регулярно обсуждались на самом высоком уровне, через механизм Стратегического совета высокого уровня. Мы считаем полезным организовать осенью в Стамбуле торговый инвестиционный форум для наших деловых кругов. С подписанием новых документов договорная база нашего сотрудничества укрепится. Мы хотим усилить правовую инфраструктуру в таких областях, как продвижение инвестиций, безопасность, возобновляемые источники энергии и транспорт». После встреч Раджаб Таеб Эрдоган представил президенту ОАЕ Аль-Нахаяну электромобиль турецкого производства ТОК. Два лидера покинули дворец Эль-Ватан на белом авто, которым управлял глава Эмиратов. Он доставил турецкого лидера в отель. «Это важный импульс для развития экономики Турции, для привлечения иностранных инвестиций, в первую очередь за счет стран Персидского залива. Я думаю, обозначено выступление президента Таеба Эрдогана о том, что отношения между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами уже носит стратегический характер, то есть он поднялся до уровня стратегических взаимоотношений. Это важное условие для обеспечения мира, развития сотрудничества стран Ближнего Востока, стран Персидского залива с Турцией и обеспечения стабильности и безопасности в регионе в целом». Напомним, президент Эрдоган ранее посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию и Катар. Был подписан ряд соглашений, нацеленных на развитие прямых инвестиций, сотрудничества в обороне промышленности, энергетике, телекоммуникациях. «Для Турции архиважно привлечение инвестиций в условиях, когда продолжается падение курса национальной валюты лиры, и поэтому очень важно привлечение иностранных инвестиций. Как известно, последние десятилетия одним из важных акторов в экономическом сфере сотрудничества Турции с странами Персидского залива, таким основным игроком выступал Катар. Сейчас уже налаживаются, углубляются отношения Турции с Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Это очень важно, потому что эти страны, имея значительные финансовые возможности, естественные, тоже заинтересованы в углублении взаимоотношений экономических, политических. В Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах лидеры стран договорились углублять имеющиеся связи. Внимание будет уделяться энергетике, транспорту, взаимной торговле, высоким технологиям, финансовому рынку и многим другим отраслям. Самира Рзаева, CBC. По итогам сегодняшнего заседания Центральный банк Турции повысил учетную ставку на 250 базисных пунктов с 15 до 17,5%. Ранее ожидалось, что этот показатель будет повышен до 20%. В заявлении по итогам заседания Комитета по денежно-кредитной политике говорится, что Совет решил продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. Это необходимо, чтобы как можно скорее добиться дезинфляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение поведения цен. Кроме того, для поддержки усиления монетарной политики были приняты выборочные, кредитные и количественные решения по ее ужесточению. Отмечается в документе. Совет директоров упрощает существующую микро- и макропротенциальную основу для улучшения функциональности рыночных механизмов и достижения макрофинансовой стабильности. Процесс упрощения будет продолжаться последовательно и учитывать анализ воздействия. Показатели инфляции и ее тенденции будут тщательно отслеживаться. Совет продолжит решительно использовать все инструменты в соответствии со своей основной целью – стабильностью цен. На заседании 22 июня Центральный банк Турции впервые за 27 месяцев повысил процентные ставки. Это было первое совещание под председательством новой главы регулятора Хафизы Гайе Эркан. Тогда ставка была увеличена на 650 базисных пунктов с 8,5 до 15%. А накануне экономические перспективы Турции обсудили на встрече министр финансов США Джанет Йеллан, ее турецкий коллега Мехмед Шемшек и глава Центробанка Турции. Также рассмотрены возможности совместной работы Анкары и Вашингтона по решению глобальных проблем, говорится в сообщении. Джанет Йеллан в Твиттер. Владимир Путин отказался ехать на саммит БРИКС, который вскоре пройдет в ЮАР. Власти африканской страны ратифицировали слимский статут, что это означает, что в ЮАР должны арестовать Владимира Путина в случае его визита. Президента России Гаагский суд подозревает насильственной депортации украинских детей. Президент России Владимир Путин значительно сократил список зарубежных поездок. В 2022 году глава государства бывал лишь в тех странах, которые еще остаются дружественными в Москве или же хотят показать вид. Среди них Иран, Узбекистан и Армения. Последний визит в иностранное государство у Путина состоялся 19 декабря прошлого года. Тогда он встречался с Лукашенко в Минске. Решение Международного уголовного суда поставило Владимира Путина в сложное положение. Гаагские следователи подозревают российского лидера в насильственной депортации украинских детей и выписали ордер на арест президента. К слову, римский статут ратифицировали 123 государства. Среди них фактически все страны Европы и Южной Америки, а также значительное число африканских держав. ЮАР – близкий партнер России по БРИКС. В стране с 22 по 24 августа пройдет очередной саммит этой организации. Однако Владимир Путин его не посетит. Все дело в том, что ЮАР подписала тот самый римский статут. А это напрямую обязывает власти страны выполнять требования Международного уголовного суда. Среди них и такое громкое, как арест Владимира Путина. Еще некоторое время назад власти ЮАР точно не знали, посетит ли мероприятие их российский партнер. Не было и однозначного ответа в Кремле, поскольку выдача ордера создала большие сложности в отношениях Москвы и Йоханнесбурга. Генеральный секретарь правящей в ЮАР-партии Африканский национальный конгресс заявлял, что страна понимает свои обязанности в связи с решением МУС и прорабатывает решение ситуации. А позже высказался и глава государства, Сирил Ромофоса. Он попросил у Международного уголовного суда разрешения не арестовывать Владимира Путина, если он посетит ЮАР. Ромофоса всерьез заявил, задержание зарубежного партнера мгновенно стало бы поводом для объявления войны. По крайней мере, об этом писали агентства Reuters и Bloomberg. Впрочем, позже эти слова поспешили опровергнуть в Кремле. Эту роль на себя традиционно взял Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Он сказал, что Россия не угрожала ЮАР-войной. Вскоре канцелярия президента африканской страны заявила, Владимир Путин по взаимной договоренности не приедет на саммит БРИКС. Причину отказа там комментировать не стали. Российский лидер решил принять участие в мероприятии дистанционно, а вместо себя в ЮАР отправил Сергея Лаврова, главу Министерства иностранных дел, который уже не раз подменял Путина в зарубежных визитах. КАЗУ с саммитом наглядно демонстрирует кризис в международных отношениях России. Москва, которая некогда была одним из инициаторов создания БРИКС, теряет позиции среди своих былых партнеров по альянсу. Та же ЮАР вошла в инициативную группу африканских государств, которая совершила поездку в РФ и Украину с мирным планом. Турне не принесло никаких результатов, но показало, что даже в БРИКС хотят скорейшего мира. Полагаем, что многие из положений, выдвинутого Китаем, мирного плана созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако такой подход, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем. А что касается римского статута, то вскоре его собирается ратифицировать и Армения, еще один ускользающий союзник России. В случае, если Ереван решится на такой шаг, имея в виду прямые намеки из Москвы о последствиях, то список стран для безопасного визита у Владимира Путина сократится еще сильнее. Антон Лемесев, CBC. По случаю 22 июля Дня национальной прессы община западного Азербайджана провела встречу с журналистами. Председатель общины Азиз Олег Перли поздравил представителей СМИ с Днем национальной печати и пожелал успеха в дальнейшей работе. Говоря о важности средств массовой информации, в доведении до мировой общественности правды о западном Азербайджане, представитель структуры выразил уверенность, что эффективное сотрудничество со СМИ в освещении деятельности общины западного Азербайджана будет продолжаться и впредь. Представители СМИ были награждены за особый вклад в доведение до мировой общественности правды о деятельности общины западного Азербайджана. Это были все новости на сегодня. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!